Моделирование зависимостей между величинами При проведении исследования нужно выделить количественные характеристики исследуемого объекта. Такие характеристики называются величинами. Величины имеют три основных свойства – имя, значение и тип. Если значение величины не изменяется, то она называется постоянной величиной или константой. Ускорение свободного падения – число π. Величина, которая может меняться, называется переменной – скорость, время, путь. Имена величин могут быть смысловыми, например, давление, масса или символическими – π, μ. Величины могут принимать значения только определенного типа. Например, у величины порядковый номер – n – значениями могут быть только целые числа, а у переменной – фио – только текст. Если зависимость между величинами можно представить в математической форме, то мы имеем математическую модель. Математические модели можно представить в виде формул, таблиц, графиков. Математические модели – формулы. Для решения математических задач при помощи компьютера нужно уметь представлять арифметические выражения и формулы в линейной форме. С помощью калькулятора Google найдем значение выражения. Опыт Галилея. Великий итальянский ученый Галилео Галилей, XVII век, использовал другой важный научный метод – эксперимент. Для изучения законов свободного падения он исследовал падение чугунных и деревянных шаров разного размера с наклонной башни – Пизанская башня. Проводя эксперименты, Галилей пришел к важному выводу, что независимо от размера и массы, все предметы падают на Землю одновременно. Проверим закон свободного падения тела экспериментальным путем. Будем бросать стальной шарик с 6-метровой высоты, 9-метровой и так далее через 3 метра, замеряя высоту начального положения шарика и время его падения. Математические модели. Таблицы и графики. Имея формулу, можно легко создать таблицу и построить график в программе Microsoft Excel. Построение таблицы. В первый столбец таблицы, ячейки А2А10, напишем значение высоты h в метрах с шагом 3 метра. Для автозаполнения выделим две ячейки с числами 6 и 9 и протянем вниз. Второй столбец будет содержать формулу для расчета времени падения. Напишем в ячейку B2 формулу. Корень из выражения 2 умножить на А2 разделить на 9,8 и скопируем его до строки 10, используя автозаполнение. Построение графика. Выделяем два столбца таблицы. Выбираем команду «Вставка диаграммы». Тип диаграммы – точечная с гладкими кривыми и маркерами. В настройках диаграммы «Макет» напишем заголовок диаграммы, вставим подписи данных, уберем легенду. Информационные модели, которые описывают развитие систем во времени, имеют специальное название «Динамические модели». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...